Перед тем, как мы откроем текст Писания, я хотел бы поделиться с вами, как в моей жизни было непросто делиться Евангелем. Когда пастыря говорят, или служители, или люди, и приглашают выйти благовествовать, это непросто. Я уверовал 23 года назад, и пастор говорил проповедь, и он призвал идти к благовестию, и он понимал, что мы не благовествуем, и он пригласил миссию, миссия называлась «Новая жизнь». Они за два дня преподавали курс «Как говорить Евангелие». Четыре духовных закона. На основании четырех духовных законов можно говорить Евангелие. Это было на юге Молдовы, в городе Вулканешты, приехала миссия. Меня послали туда, я поехал. И первый день с нами выходил инструктор, второй день он говорил, выходите сами. И вот я вышел, молодой парень, недавно уверовавший в Бога полгода. У него хорошо получалось вчера, у инструктора, а вот сегодня. Как мне быть? Я подошел к одному человеку, говорю, здравствуйте, здравствуйте. Меня зовут Сергей, мне нужно сдать домашнее задание. Я хотел бы рассказать вам о четырех духовных законах. У вас есть пять минут? Он говорит, ну давай, попробуй. И курс очень простой. Во Вселенной есть много законов. Законы термодинамики, кинетической потенциальной энергии, законы физики, притяжений. Но также во Вселенной существуют и духовные законы. По одному закону на минуту. Первый закон говорит о том, что человек очень грешен. Второй закон говорит о том, что Бог очень свят, и между ними большая пропасть. И чтобы это решить, третий закон духовный говорит, что он посылает сына своего. И говоришь, Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. И четвертый закон говорит, что даже если ты принял Господа Иисуса Христа и ты помолился, ты без церкви жить не сможешь. Тебе нужны святые, которые будут тебе помогать. Тебе нужны люди, с которыми ты будешь поклоняться Господу. И я в конце спрашиваю, не хотели бы вы помолиться молитвой покаяния? Он похлопал меня по плечу и говорит, ты знаешь, моя жена вам там готовит обеды. Скажи твоему инструктору, что ты сдал. Молодец. Это было очень интересно. Я понял, что Евангелие слушают верующие люди тоже. Я когда рассказывал Евангелие, мне показалось, что он неверующий. Он внимательно слушал, ему было очень интересно. Давайте прочитаем один текст из Священного Писания, и мы посмотрим, что Евангелие нужно и верующим людям, и неверующим людям. Евангелие нужно всем. Деяние святых апостолов, 11 глава, с 19 по 24 стихи. «Между тем рассеявшиеся от гонения бывшего после Стефана пришли до Финикии и Кипра и Антиохии, никому не проповедуя слова, кроме иудеев. Были же некоторые из них кипряне и киренийцы, которые, придя в Антиохию, говорили Еленам, благовествуя Господа Иисуса. И была рука Господа с ними, и великое число уверовав обратилось к Господу. Дошел слух о сем до церкви Иерусалимской, и поручили Волгнаве идти в Антиохию. Он, прибыв и увидев благодать Божью, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем. Ибо он был муж добрый и исполненный Духа Святого и веры. И приложилось довольно народа к Господу. Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла, и, найдя его, привел в Антиохию. Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей. И ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. Повествование 11 главы начинается с 8 главы. В начале 8 главы пастор Дмитрий утром упомянул, что было гонение. Церковь, один человек очень сильно терзал, Савл не любил церковь. И он гнал церковь. И Лука возвращается в 11 главе, в 19 стихе, что были люди, которые рассеялись от гонения. Люди, которые убежали. Людям, которым было страшно за жизнь свою, взяли семьи, детей и убежали. И некоторые из этих людей дошли до Финикии, Кипра и города Антиохии. Один человек сказал так. Когда христиан гонят, они думают, что они их убили и похоронили. Но они оказались семенами, и они проросли. Гонения не могут заглушить слово. Гонения не могут закрыть нам рот. Если мы любим Господа, и Господь в нашей жизни, и мы понимаем, что Он сделал для нас, ты понимаешь важность и ценность, что сделал Господь, то ты не будешь молчать о Нем. Ты будешь говорить о Нем. Где бы я ни жил, куда бы я ни переехал, я возьму с собой не только документы, не только ценности, я возьму с собой Евангелие, и я понесу его туда. Вот эти братья и сестры, которые убежали от гонений, поселились на острове Кипр, поселились в Антиохии и Финикии, и там говорили Евангелие. Но Лука уточняет, они никому не проповедовали, они проповедовали только иудеям. Они проповедовали своим. Мы не знаем причин, почему они проповедовали только своим. Скорее всего, они проповедовали, потому что они не знали языка местных людей, и находили иудеев, и говорили на своем языке им. Может, им было проще по культурным ценностям заговорить и рассказать Евангелие, но они говорили. Они говорили своим. Евангелие было частью их жизни. Это не была однодневная евангелизация. Это не был брошен десант выполнить миссию и вернуться назад. Это было долгосрочно. Они там поселились. Они там жили. И Евангелие было частью их жизни. Как в моей жизни христианские ценности проявляются? Один вверх человек говорил, я два года служил в армии, и никто не узнал, что я христианин. Какое христианство, если никто не знает, что ты христианин? Евангелие должно быть частью моей жизни. И когда оно становится в моей жизни важным, я буду о нем говорить. естественно. Стоя в магазине в очереди. Примеров очень много. В жизни очень много. Я буду говорить примерами, потому что для нас это ценно и важно, и мы находимся в этих ситуациях, мы находимся в этих обстоятельствах. Я стоял в магазине Костка с своими детьми, и один человек в наколках, в сережке, крест выбитый, с двумя бутылками водки кричал, I love Jesus. Jesus my savior. Марк и Дэвид обняли меня. Папа, он не верующий. Я говорю, но он же говорит, что он верующий. Так нельзя верить. Что из нас выходит? Кто в нас живет? И как мы об этом свидетельствуем? Как мы об этом говорим? Людей гнали за веру. Людей убивали за веру. И Лука говорит о жизни Первой Церкви, что гонения для них не стали помехой. Они, естественно, говорили о Господе Иисусе Христе там, где они проживали. Финикия – это современный Ливан. Туда люди понесли Евангелие. Кипр – остров, мы знаем. Туда люди понесли Евангелие. Киринея – это современная Ливия. И туда люди понесли Евангелие. Мы не знаем имен этих братьев и сестер. Бог решил не записать имена этих людей. И в этом есть ценность. Чтобы мы понимали, что миссия, евангелизация не повязана на каком-то человеке. Это не зависит от одного человека, от пастора, который отвечает за миссию, или от миссионера. Евангелие Бог поручил каждому из нас. И поэтому мы этих имен не знаем. Они шли и говорили Евангелие. Поселились между людьми, знакомились, приглашали в гости. И, естественно, говорили о Господе Иисусе Христе. Говоря, общаясь с людьми, спрашиваешь, ты рассказываешь Евангелие? Кому ты говорил о Господе? Ты знаешь, брат Сергей, вот там, в Украине, вот там, в Молдове, в России, я благовествовал. Но вот здесь я не знаю языка. Здесь я не знаю английского. У меня сложности и проблемы. Я говорю, так иммиграция 30 лет назад была христианская. Сегодня иммиграция, она неверующая. Сегодня иммигранты, очень много-много-много иммигрантов приезжают в нашу страну. И сегодня не нужно обладать английским языком, чтобы говорить Евангелие. Я не могу сегодня сказать, я хочу благовествовать, но не могу. Сегодня в каждом районе Сакраменто есть русские магазины. В парках очень много наших людей. И мы не имеем права говорить, а я не знаю языка. И я не могу благовествовать. А как насчет родственников? А как насчет друзей? Они нас очень хорошо понимают. Но видите, это не одноразовое явление говорить о Господе. Это жизнь. Я несу с собой Христа каждый день. Это не просто один раз сказал, ты должен покаяться, ты должен уверовать, и все. С друзьями я пересекаюсь часто. Может быть раз в месяц, может быть почаще, два раза в неделю. С родственниками. И вот люди, которые не знают Господа, они услышат Евангелие или не услышат Евангелие. И Бог поручил эту миссию нам. Проповедовать своим. Говорить своим. Так делали братья и сестры, которые убежали от гонений. 20 стих говорит, были же некоторые из них, кипряне и киренийцы, которые, придя в Антиохию, говорили еленам, благовествуя Господа Иисуса. Елены – это люди, которые говорили на греческом языке. Не только на иудеи. Вообще на иудейском не говорили, они говорили на греческом языке, а на греческом говорили греки и римляне. Это был очень такой ходовой язык, популярный язык, как сегодня английский. Знаешь английский в любую точку света, мира, поехал, и ты там справишься. Так был греческий язык в Римской империи. И вот некоторые братья и сестры начали проповедовать еленам также. Они поняли, что это важно не только своим говорить, но говорить также язычникам, людям, которые Христа не знают. Филипп в 8 главе Деяния Святых Апостолов, 8 глава, 4 стих, мы можем прочитать его, 4 и 5 стихи. «Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали Слово. Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа. В 8 главе 4 стих так начинается. «Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали Слово». И в 11 главе 19 стих точно так же начинается «Между тем рассеявшиеся от гонения благовествовали». Филипп пошел в город Неудейский и он проповедовал и говорил и люди слышав принимали Христа и каялись. Богу было угодно благую весть распространить, чтобы благая весть не осталась только в Иерусалиме. Будете мне свидетелями Иерусалима, Самарии, Иудеи и до края земли». Апостолам было очень хорошо. Церкви Иерусалимской было очень хорошо. Они никуда не шли. Иудеи с самарянами не сообщались. Они жили в Иерусалиме и им было очень хорошо. И Бог накручивает Савла, чтобы он шел и гнал. Потому что по-другому пожар, огонь, благовестие с Иерусалима не выйдет. Бог допускает побиение Стефана. Савл гонит церковь, иначе нас не расшевелить. Людей не расшевелишь. И люди убегают с Иерусалима. Люди убегают. Гонения, Советский Союз. Убегаем. Почему убежали? Только лишь для того, чтобы облагоустроить свою жизнь и потянуть своих родственников? Евангелие должно стать частью моей жизни. Так было в Первой Церкви. Так было всегда врожденных свыше людях. Евангелие было частью их жизни. Евангелизм должен быть естественным. Бог из всех городов и стран решил, что в Антиохии будет большое пробуждение. И именно там в Антиохии есть большой успех. Верующие проповедуют, верующие свидетельствуют о Христе. И Бог дает успех. И люди каются. 26 стих говорит, что там, именно там в Антиохии люди первый раз стали называть себя христианами. Почти 2000 лет назад в Антиохии. И мы гордимся этим словом христианин. Если посмотреть, Иоанин это была кличка, это не было такое хорошее слово. Иоанин означает принадлежность какой-то партии или какому-то народу. Например, цезарианин означает принадлежность к партии Цезаря. Христианин ко Христу. Людям дали кличку. Это не было таким воодушевляющим, впечатляющим именем христианин, чтобы гордиться. Но их это не смутило. Их не смутило. Кого-то из вас штунда называли? Меня очень много раз называли. Люди не верующие, они не разбираются, кто ты, баптист, штундист, пятидесятник, им все равно, все сектанты. Ну и что? Ну и что? Впоследствии христианство набирает очень большие обороты. Сегодня христиан больше всего в мире. В мире христиан 2.4 миллиона. Извините, миллиард. Спасибо. Ислам 1.8 миллиарда. Как вы думаете, что на третьем месте? Что на третьем месте? Атеизм. Сегодня я делал ресерч. Ну я делал русский ресерч, может по-английски другое, что будет. на первом христианство, на втором ислам, на третьем атеизм и только на четвертом индуизм. Он уступает всего лишь на 500 миллионов. атеистов. точка point 2, индуистов точка point 1.5. Я сейчас не говорю о том, чтобы мы соревновались, да, кого больше. Нет. Я сегодня вообще говорю о другом. Я говорю о том, что мы благовествуем, потому что это весть о надежде, это весть о спасении и самое главное, главное, это весть о примирении и восстановлении отношений между грешным, погибающим человеком и святым, любящим и спасающим Господи Иисусе Христе. Что значит естественный евангелизм? Что это такое? Естественный евангелизм это когда Евангелие стало частью твоей жизни. Это когда оно живет с тобой каждый день. И когда ты переживаешь о том, что люди не знают Господа и ты им об этом говоришь. У меня немного времени осталось, братья и сестры, но я хочу сделать один наглядный пример. Я так поговорил с Женей, с Максом, с Денисом Недорезовым и с Эриком. Пройдите сюда, пожалуйста. Пройдите на сцену. Сегодня будет что-то необычное, братья и сестры. Достаньте ваши блокноты, записывайте. Это будет очень интересно. Это не какой-то мастер-класс. Но я хотел бы, чтобы братья подошли сюда, и вы мне поможете в этом. Спасибо, Давид. Дай единицу. Давайте вместе. Я вызвал математиков. У меня с математикой очень плохо. Я сразу говорю, я любил русский, литературу. Вот это математики. Четыре человека. Представьте себе, это каждый из нас. Эрик говорит Евангелие. Он решился говорить Евангелие одному человеку в неделю. Говорит, господи, сегодня была проповедь утром, вечером не очень, но вот утром я зажегся. Я хочу говорить Евангелие. Я хочу говорить один раз в неделю Евангелие. Один человек в Сакраменто услышит Евангелие. От четырех человек сколько человек услышат в Сакраменто? Четыре человека в неделю. А если в месяц? От Эрика в месяц услышат четыре человека. А от этих братьев сколько услышат? 16. В месяц. В год от Эрика сколько услышат? 48, да? 52. 52. Я же сказал, у меня с математикой плохо. От Эрика 52 человека услышат. В год от одного человека. А от 4 сколько услышат? 200. Братья и сестры, а если нас 500? Нас 500. Нас 500 человек. Сколько в неделю услышат людей о Господе? 500. В месяц? 2000. 2000. В год? Аллилуйя, слава Богу, спасибо, братья. 10 тысяч, да? Понимаете, когда я готовился, говорю, Господь, есть потенциал. И это не фантастика, я сейчас не накручиваю что-то. Это реально, братья и сестры, это реально. Много-много тысяч людей могут услышать от Господи Иисусе Христе. Если я всего лишь в неделю сделаю посвящение пред Господом, я хочу говорить о тебе. Своим неверующим родственникам, с соседям, на работе. И люди узнают. И люди узнают. Господь, зажги в нас огонь благовестия, и пусть этот пожар горит и не сгорает. Эммиграция не помеха. Эммиграция не помеха. Однажды я решил для себя говорить Евангелие в автобусах. Надо было ехать по делам, машины не было, надо было ехать, решать вопросы. Я говорю, Господь, я буду ехать 40 минут, пожалуйста, подсади ко мне человека. Я хочу говорить Евангелие. Ко мне подсел человек, импозантный, элегантный. Я понял, что это профессор какой-то. Я испугался. Говорил, Господь, я, наверное, не справлюсь. Но дай мне силы, я хочу попробовать. Я познакомился, он вежливо ответил. Говорю, у нас 40 минут. Не могли бы мы поговорить о горнем, о вышнем, о Господе? Он, протирая руки, сказал, паря, ты нарвался. Это был атеист. Это был профессор, который верил в атеизм, говорил. Я ему сказал, я с вами спорить не буду. Мои знания не такие большие, я с вами спорить не буду. Ему было скучно, он говорит, ну, хотя бы какой-нибудь довод про креационизм скажи мне. Я говорю, я таких слов не знаю. Что вы имели в виду? Он говорит, креационизм – это наука о Боге. Это то, что доказывает сотворение, наука о сотворении. Вот докажи мне. Была зима, было красиво, снег хорошо шел. Я говорю, господи, ну что мне ему сказать? Я говорю, а как вам снег? Отлично. Вам нравятся снежинки? Он говорит, здорово. Говорю, а сколько снежинок падает в минуту? Он говорит, много. Я говорю, а в час? Он говорит, ну, много. Говорю, а в день? Ну, это вообще неисчислимые числа. Говорю, а за зиму? Он говорит, ну, ты начинаешь. Я говорю, представьте себе, пять лет, десять лет, двадцать лет, а снега много. И вы знаете, ни одна снежинка на другую не похожа. Все снежинки разные, и вы об этом знаете? Он говорит, да. Снежинка одна другую не копирует. Они все по дизайну разные. Я говорю, и вы говорите, что это случай? И вы говорите, что это просто так? Этот человек в ступоре был две минуты. Я понял, что Бог, наверное, что-то делает с ним. И у нас потом пошел вообще другой разговор. И мы вот эти тридцать минут, которые остались, по-другому разговаривали. Бог дает говорящему, трудящемуся. Никогда не бойся делать что-то для Господа. Профессионалы построили Титаник. Ковчег построил любитель. Без чертежей, без ничего. И он построил. И ковчег на горах, а Титаник на дне гниет. Потому что, когда мы делаем что-то для Господа, Он нам помогает, Он нас благословляет. Мы идем по регламенту. У меня есть возможность еще раз про Дмитрия проповедовать. Я не все скажу сегодня. Но закончу, братья и сестры, одним примером. Кто из вас не пил Кока-Колу? Поднимите руку. Кто вообще в жизни Кока-Колу не пробовал? Родители, посмотрите. Я же не знаю. Это коук, вода. Не пили? Вот это характер. Отлично. Отлично. К нам приезжали африканцы. Я их спрашивал. Он говорит, конечно. У нас в Африке полно Кока-Кола. Света нет, дорог нет. Ходим в бутылках. Но пьем Кока-Колу. А вы знаете, компания Кока-Кола, я сейчас не рекламирую Кока-Колу. Я сейчас говорю о том, что компания поставила себе цель, что наш напиток должен попробовать каждый житель планеты Земля. И они поставили себе цель. Мы хотим, чтобы Кока-Колу попробовал каждый житель. Мы ей маме 72 года. Она любит Кока-Колу. Я был летом в Гагаузии. В каждом магазине Кока-Кола. Братья и сестры, у нас есть живая вода, которую еще люди не пробовали. Которые не знают вкус живой воды. Кто им отнесет? Кто, если не ты и не я? И потом Господь призывает. Стань тем, кто будет говорить Евангелие. Если Он касается тебя сегодня, и Он тревожит твою душу, то скажи Ему, да, Господи. Я не говорю. Да, Господи, я боюсь. Но я хочу. И пожалуйста, в четверг, подойдите к брату Василию Хрипанову. Он трудится, говорит. Проповедует. Саша Черныш с афганцами трудится. Станьте частью, присоединитесь и говорите. Я по вторникам начал ловить брата Дмитрия. Он ходит по району и говорит людям, раздает брошюры и говорит, могу я помолиться за вас. И мы по вторникам ходим по району, раздаем людям Евангелие и молимся. Станьте частью людей, которые трудятся и благовествуют Евангелие. Аминь. Помолимся. Господь наш и Бог наш, мы благодарны Тебе за эту истину, за Слово Твое, которое живо и действенно, которое способно поменять жизнь. Господи, это сила, которой нет равных. И я благодарю Тебя, что в моей жизни Ты послал людей, которые естественно, органично, день за днем говорили мне о Тебе. И Ты победил. И Слово Твое победило. Слава Тебе за это. Господь, помоги мне быть тем человеком, который естественно в этом году будет говорить Евангелие. Аминь. Слава Тебе за это.